Где-то здесь должна быть моя бабуля. Что-то я подустал. Пора немножко прогуляться и осмотреть окрестности. Вот мы и на полянке. Нужно поискать, что тут есть интересного. Здравствуй, деда! Здравствуй, Лунтик! Деда Шир, а что ты здесь делаешь? Я делаю инвентаризацию полевого имущества и перепись населения. Инвентаризацию? А что это? Инвентаризацию. Записываю, кто и что здесь у нас есть, чтобы не потерялось ничего. Ой, как интересно! А можно мне с тобой? Конечно. Ну, раз уж ты взялся мне помогать, я расскажу тебе о том, что здесь есть. Всегда надо знать, с чем имеешь дело. Ну и с кем? Кликни мышкой на то, о чем хочешь узнать побольше. А это такое маленькое солнышко? Нет, это растение. Называется оно подсолнечником. Или подсолнухом. Оно, наверное, очень любит солнце. Да, и постоянно за ним поворачивается. А эта птица называется орел. Это очень большая и грозная птица. Ого! Страшный клюв! Большой и крючком. Он хищник и летает очень высоко. Этот зверь называется бизон. Он, наверное, очень опасный. Никогда не пробел. Да и тебе не советую. Это ящерица. Очень быстрое и маленькое животное, которое живет в поле. Ух ты, какой хвост! Ящерица может отбрасывать свой хвост, если ее за него схватить. Так что лучше ее не трогать. Это хомяк. Маленький полевой зверек. Он роет норку и все лето запасает в ней еду. Ага! Какой смешной! А почему у него такие щеки? У него нет карманов, поэтому он носит все за щеками. Ой, как пахнет! Это клевер. Очень интересное растение. Обычно у него три листика. Но если тебе повезет найти клевер с четырьмя листиками, обязательно сохрани его. А зачем, дедышер? Ну, говорят, что такой листик приносит удачу. Ой, а это, наверное, курочка. Не совсем. Это куропатка. Дикая курочка, которая живет в степи. А я знаю, что это. Это одуванчик. Верно, Лунчик. Осталось запомнить, что это растение. Я видел, как на ночь одуванчики закрываются, а потом с восходом солнца открываются снова. Да. А еще Капа умеет варить из них вкусное варенье. Это подорожник. Очень полезное растение. Если его приложить к рамке, будет не так больно. Ух ты! Я, наверное, могу в него целиком завернуться. Дедышер, а почему оно так называется? Подорожник. Потому что любит расти по обочинам дорог. Такое усатое. Дедышер, а что это такое с усищами? Растение или зверь? Это растение. Оно называется пшеница. Когда пшеница созреет, из ее зерен можно будет сделать муку. А из муки хлеб, булки и даже блины. Ну вот, мы переписали все, что здесь есть. Работа сделана, можно отдохнуть. Обеденный перерыв. Я не голоден. Можно я еще пойду поиграю? Ладно, беги. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.